Информационное агентство Хакасия Будь в курсе С фамилиями 76 жителей республики, погибших при исполнении своего служебного долга На площади собрались родные и близкие погибших, ветераны вооруженных конфликтов, представители власти, силовых ведомств и общественных организаций республики В ходе поминальных мероприятий поименно вспомнили всех погибших в военных конфликтах и возложили венки и цветы к воинскому мемориалу По данным Минсельхозпрода Хакасии, под снегом осталось около 18 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, овса и гречихи Возможные потери составили около 30 тысяч тонн зерновых культур Глава республиканского Минсельхозпрода Игорь Герт отметил, весной около 60-70% нынешнего урожая еще можно собрать и обмолотить Для этого требуется лишь хорошая теплая сухая погода Понятно, что зерно потеряет часть своих свойств, но вполне пойдет на фураж Что же касается гречихи, то коллеги из Алтайского края прояснили этот вопрос В 2014 году в этой территории под снегом осталось более половины площадей Но вся гречиха была обмолочена и при этом сохранила свои полезные свойства и вкусовые качества Глава региона предложил аграриям помочь многодетным семьям снабдить их овощами Действительно, вряд ли кто-то из них пожалеет для благого дела несколько кило лука, моркови или картофеля Региональные льготники, страдающие онкологическими заболеваниями в Хакасии, вот уже второй месяц вынуждены обходиться без льготных препаратов В Министерстве здравоохранения Республики наладить поставку литрозола обещали к началу ноября Но по прошествии первой недели последнего осеннего месяца проблема так и остается нерешенной Хотя помощник министра здравоохранения Хакасии Михаил Мальгин ранее уверял, что в ведомстве порешают что-нибудь и стабилизируют ситуацию в ВОЗ и ныне там В Министерстве сообщили, что контракт на поставку литрозола уже заключен После 15 ноября льготники, может быть, смогут получить лекарства Отметим, что проблемы с поставкой льготных лекарств на сегодняшний день коснулись не только жители Республики, страдающих онкологией В аналогичной ситуации борьбу за выживание ведут и больные с сахарным диабетом Соседнюю с Хакасией Туву завалило снегом Глава Республики обеспокоен состоянием чабанских стоянок На своей странице ВКонтакте шалбанккараоол заявил Пробиваемся к карахолю Грейдер не прошел, сагдавурака отправляем бульдозер Снег по большей части выпал более одного метра Срочно необходимо пробивать дороги к чабанским стоянкам и делать клиновку пазбищ На этой неделе по Хакасии также ожидается снег Но большого количества осадков синоптики Хакасского гидромета не обещают Хотя и прогнозируют снежный ноябрь 7 ноября в Черногорском городском суде Хакасии состоялось заседание под председательством судей Натальи Кузнецовой По продлению меры пресечения Василию Смольникову Следствие считает, что он дал взятку в 200 тысяч рублей ведущему инженеру по надзору за строительством Республиканского управления капитального строительства Юрию Протасову За решение вопросов, связанных с приемкой и оплатой результата работ по построенным для погорельцев домам Суд, выслушав доводы сторон на основании изученных материалов, удовлетворил просьбу следователя Сочтя необходимым продлить содержание Василия Смольникова под стражей еще на полтора месяца Защита сообщила о намерении обжаловать данное постановление суда Напомним, Василий Смольников – учредитель фирмы ООО «Черногорский отдел строй» Являвшийся генподрядчиком на стройке жилых домов и объектов жизнеобеспечения в селе Шира для пострадавших в результате природных пожаров 2015 года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok